Гречка с фрикадельками. Сбалансированное блюдо на каждый день. Очень простой рецепт, особенно если у вас уже есть готовый фарш, немного усилий, и у вас сразу будет гарнир и основное блюдо на обед. В моей семье любят гречку, и я довольно часто ее готовлю. Приходится придумывать к ней, как это ни странно звучит, основные блюда. Недавно попробовал рецепт, как приготовить гречку с фрикадельками. Мне очень он понравился. Каша во время томления насыщается вкусом поджарки и мясного соком фрикаделек. Получается просто вкуснотища. Сегодня расскажу о таком вкусном и сытном блюде, которое идеально подойдет на обед для всей семьи. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. В готовый фарш добавьте яйцо, соль, черный молотый перец и одну натертую на терке луковицу, все смешайте до однородности. Влажными руками сформируйте из фарша фрикадельки среднего размера и сложите на рабочей поверхности. Вторую луковицу и морковь очистите и промойте, нарежьте лук мелким кубиком, морковь натрите на терке и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Когда овощи подрумянятся, всыпьте к ним крупу и аккуратно разровняйте по всей сковороде, залейте водой или бульоном на два пальца выше гречки и поставьте тушить. Подписывайтесь и ставьте лайки. Когда каша закипит, аккуратно выложите фрикадельки поверх нее, чтобы фрикадельки оставались цельными, важно, чтобы нагрев сковороды был максимальный. Когда каша закипит, поставьте средний огонь, накройте крышкой сковороду и томите блюдо 30-35 минут, каша должна взять всю жидкость и стать рассыпчатой. Подписавшимся, больше вкусностей. Ингредиенты. Фарш свиной 300 грамм, лук 2 штуки, морковь 1 штука, гречка 250 грамм, яйцо 1 штука, соль половина чайных ложки, черный молотый перец половина чайных ложки, вода или бульон 3 стакана, количество порций 4-6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем пока.